Наша путеводная тропинка начинается именно здесь, в лесу загадочном, где нас встретит волшебный зверь, который будет нашим добрым проводником в остальных путешествиях. Ну и чтобы попасть в сказку, нам нужно самим перевоплотиться волшебного героя. Вот здесь вы видите и сказочных царевны, и сказочных богатырей, и вообще других сказочных персонажей. Каждой важной точки путешествия от леса к морю, от сказки к реальным культурам других стран посвящен отдельный стенд. Всего их 18. Выполнены они разными техниками – гуашь, акварель, ботик, керамика. В создании каждого этапа сказочного мира принимали участие мальчишки и девчонки от 6 до 15 лет. Мы хотим показать, что мир не настолько прост. У мира есть изнанка, у мира есть другие ракурсы, другие стороны. И рисуем мы так. Мы все время рисуем, как дети говорят, по-своему, немножко по-другому, чтобы и взрослый зритель увидел, может быть, вместе с нами этот мир. Немножко более сказочный, потому что чудеса, на самом деле, ну вот они повсюду, только оглянись. Выставка «Там на неведомых дорожках» – это уникальная возможность для детей поговорить о мире и о самих себе, рассказывает Людмила Пронкина. Тема выбрана, с одной стороны, простая – сказочные путешествия. От привычного мира в страну чудес, через новые культуры, в которых художники никогда не бывали. В новые сказочные, можно даже сказать, магические места. Руководитель детской студии вовсе говорит, что это попытка по-детски поговорить о взрослом. А получилось ли это, каждый может решить для себя сам. Выставка работает в лесопарке и располагается прямо на главной аллее. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова